Здравствуйте! Это программа в Центре Событий. В студии Наталья Степанова и коротко о главных темах. О личном, творческом и профессиональном школьники со всей Югры пообщались с народным артистом России Сергеем Безруковым. Адреналин у них в крови по жизни. Фестиваль экстремальных видов спорта собрал на Заячьем острове любителей и профессионалов. 11 этапов, больше 50 участников. Сургут интерновости и проект «Энкаунтер» организовали масштабный квест, который посвятили каналу 360. Стрельба в центре города, да еще и по мэрии. Сообщение о хлопке в районе четвертого этажа здания администрации Сургута на улице Гагарина поступило в полицию утром в среду. На место прибыли ближайшие наряды правоохранителей, спасателей и медики. Но тревога, к счастью, оказалась сложной. По сообщению пресс-службы городского ОМВД выяснилось, что неизвестный бросил около здания администрации петарду, звук от которой очевидцы приняли за выстрелы. Обстоятельства, а также шутник, устанавливаются. Между тем, полицейские Сургута присоединились ко всероссийской акции 8 марта в каждый дом. Они поздравили всех женщин, пришедших в ГИБДД Сургута за госуслугами. Стражи порядка вручили представительницам прекрасного пола цветы и пожелали весеннего настроения. Женщины, в свою очередь, поблагодарили сотрудников ОМВД за оказанное внимание. Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» завершился. В его рамках прошли больше сотни фильмов о любви и всего несколько спектаклей. Один из них – «Страна глухих», представленный президентом кинофестиваля Сергеем Соловьевым. Екатерина Любешева продолжит. Поставить на сцене кинофильм, задачи, которую не выполняли раньше. Обычно все было наоборот. «Страна глухих» – это замечательное совершенно произведение, которое началось с очень модной повести Ринаты Литвиновой, которая попала в руки Тодоровскому. И у Тодоровского, я так о нем говорю, как будто он где-то там находится в космосе. Самое интересное, что Тодоровский вот здесь находится среди нас. Я очень смелый поступок, понимаете? Вот я бы не знаю, если бы мне кто-нибудь сказал, что пойдите наверх в «Трансформер», там будут играть ассу. Я бы пошел сюда или не пошел. Думаю, что я бы сильно подумал перед тем, как пойти. Фильм «Страна глухих» снят 20 лет назад. Как раз примерно тогда, когда родились студентки в ГИКа, исполняющие сейчас в одноименном спектакле главные роли. Когда девушки загорелись желанием поставить его на сцене, Соловьеву затея сначала показалась безумием, а затем он вдохновился живым творческим замыслом. «Ты кто? Коль в пальто? Мужчина? Мужчина? Ты че? Что надо?» Когда звук, хлопнувший в двери, приятнее вечного шума моря в ушах, а всю внешнюю красоту без труда променяла бы на мечту. Чтобы войти в образ Яи полностью, актриса Елена Исакова брала уроки у глухонемой девушки, а сценическую речь они с другой актрисой, Стасией Винковой, репетировали даже сидя в кафе. Да, мы действительно жили в этом. Просто. Мы встречались с Леной, пили кофе, разговаривали, как Рита и Яи. Мы встречались с глухонемой девушкой, она нам объясняла, рассказывала. Вообще про фильм много что сказала. Переполненный зал аплодировал стоя. Первым девчонок расцеловал Тодоровский. Потом он пожал руку Соловьеву. Наверное, ему все понравилось. Во всяком случае, это номер страшно интересный. В общем, придется выпить шампанского сегодня с ними. Да. Я чувствую прямо это. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. В Сургуте в это время были не менее театральные выходные. В городском культурном центре, например, замахнулись на гиды Мапасана. Постановку «Наследство» сыграл любительский театр «Кулисы». Это первая работа коллектива, представленная широкому зрителю. Спектакль создан режиссером Игорем Кудьковым. Коллектив имеет планы на пьесы по Достоевскому и Вампилову. Проекта этого не было, а, собственно, спектакль этот лег в основу проекта «Театральный выходной». В нем может принять часть любая самодеятельная театральная студия города Сургута. Собственно, для этого он создавался, чтобы можно было представить широкую аудиторию постановки, которые, ну, скажем так, коллективы, которые не имеют своей площадки. Переносить действия в современное время постановщики не стали осознанно. Посчитали, что сюжет и так в наше время очень актуален. Герои ненасытные, алчные, мечутся между браком по любви и по расчету. А в канцелярии 19 века прибыльнее работается любимчиком руководства. Воспитанные с виду люди играют на чувствах других. Примечательно, что в пьесе задействованы как люди с театральным образованием, так и любители. Классные встречи. Это всероссийский проект, который проводится при поддержке Миноборнауки. В его рамках школьники могут пообщаться с известными деятелями науки, спорта и искусства. Одна из таких встреч прошла во дворце искусств «Нефтяник». Кому задавали свои вопросы, юные югорчане знает Дарья Давыдова. На классные встречи больше 130 ребят со всей Югры получили возможность пообщаться с народным артистом России Сергеем Безруковым. Я жду каких-то интересных моментов, интересных историй, может быть что-то нового, чего он не рассказывал, не показывал, что-то свежее, можно даже так выразиться. Я очень рада побывать на этой встрече. Я хотела вырваться и не только на его выступлении с Висоцким, вообще его очень увидеть, потому что мне нравится, как он вливается в роль. Я подготовила целое интервью, я просто мечтаю взять интервью своего кумира. Я ожидаю от Сергея Витальевича того, что он даст какие-либо подобные советы на то, как должен проводить свое свободное время правильный подросток, чем он должен заниматься в свободное время. Разговор с Безруковым, который давал на сцене Дворца искусства Высоцкого рождения легенды, длился более полутора часов. Тем обсуждали много. От начала творческого пути до черт характера, которые мешают добиваться своего, понятия человек и, конечно, театральные и кино работы этого года. Сергей Безруков рассказал, почему отказался от съемок в продолжении, пожалуй, культового сериала «Бригада», который в начале 2000-х захватил сердца российского зрителя. Наказание для моего героя Александра Николаевича Билова в том, что он все потерял. Потерял семью, потерял друзей и отказался от всего. От карьеры, от всего. От дальнейшего продвижения вперед. У него были радужные перспективы, но в одночасье все это рухнуло. Окончательно и бесповоротно. В этом наказание. В этом серьезное, суровое наказание. Вот о чем этот фильм. Поэтому продолжать эту историю, мне кажется, нестанисообразно. И поэтому я отказался. И я считаю, что это правильно. Попросили Сергея Безрукова и дать небольшой мастер-класс по очтению стихотворений. Похоже, никто и не удивился, когда услышал, что народный артист России выбрал для этого Сергея Есенина. Прозрачный я смотрю вокруг и вижу там ли, здесь ли, где-то ли, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, Что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Ребята, которые занимаются в театральных студиях Сургута, обсудили с народным артистом России, художественным руководителем Московского губернского театра, Проблемы будущего, тех, кто хочет связать свою жизнь со сценой. Сергей Безруков рассказал о госпрограмме, по которой можно получить президентский грант для развития детского театра. У наших подростков, у наших детей совершенно нет шанса показать себя в кино, на профессиональной киноиндустрии, профессиональной театральной индустрии. И мне очень хочется задать такой вопрос, как решать эту проблему. Дайте возможность всем, кто действительно хочет выходить на сцену, вы в своих студиях театральных, пожалуйста, чтобы у вас была не определенная труппа, а чтобы она была огромная труппа. И чтобы каждый раз можно было пополнять детей, которые хотят заниматься театром и творчеством, чтобы у них была возможность такая. Сергей Безруков сообщил, что общался с директором Дворца искусств «Нефтяник» и, возможно, привезет в Сургут целую программу детских спектаклей. В его Московском Кубернском театре такие постановки, как «Маугли» или «Остров сокровищ» пользуются огромным успехом. В завершении классной встречи актер раздал больше 200 автографов и сделал селфи с югорскими школьниками. Дарья Давыдова, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости. Наш Дом «Газпром». Больше 340 человек приняли участие в масштабном фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей компании «Газпром Трансгаз Сургут». Яркий гала-концерт, на котором вручали главные награды, состоялся в нашем городе. Подробности далее. В прошедшие выходные в Сургуте состоялся масштабный праздник творчества и искусства, фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Газпром Трансгаз Сургут» «Наш дом – Газпром». В творческом форуме приняли участие более 340 человек, представляющих филиалы газотранспортного предприятия и других «Газпромовских дочек», а также учащиеся «Газпром-класса». Чтобы по достоинству оценить каждого, жюри потребовалось три дня. Уровень подготовки артистов, которые представили в этом году на фестивале «Наш дом – Газпром» свои номера, разумеется, он разный. Есть очень интересные, есть открытия, есть уникальные номера, которые аплодировал весь зал и от которых были в шоке жюри. На суд зрителей конкурсанты представили свое творчество в сценических номинациях и в декоративно-прикладном искусстве. Номинация «Эстрадный вокал» в сольном исполнении стала наиболее популярной среди взрослых артистов. В ней заявились 32 вокалиста. Это рекордное число участников. Победу в вокале «Эстрадном» одержал юрист-консульт управления по эксплуатации зданий и сооружений «Газпром-трансказ Сургут» Юрий Стрелец. Он не только занял первое место в номинации, но и взял гран-при фестиваля. Мы не могли не спросить у Юрия секрет успеха. Должно совпасть множество факторов, но это труд, конечно же, удовольствие, то есть получение удовольствия от номера на сцене, это влияет на общий результат. Ну и немаловажным является физическое состояние, то есть если песня сложная и если чего-то не в порядке с организмом, то не факт, что допоешь до конца. Самым зрелищным событием стал итоговый галоконцерт, где можно было увидеть лучшие номера из сценических номинаций. Среди них и номер Сергея Аксенова из новоуренгойского ЛПУ МГ. Зрители самозабвенно аплодировали юным вокалистам из ансамбля «Ассорти» и «Апельсин». Восхищались грацией танцоров «Газпром-класса». Артисты ансамбля «Агни Сибири» поразили задором и сложными хореографическими элементами. Совместный номер юной вокалистки Валерии Ихна и актрисы Сургутского музыкально-драматического театра, лауреата международных конкурсов, участницы проекта «Голос. Успех» на СТС Алены Поль сорвал шквал оваций. Главные награды фестиваля «Наш дом. Газпром» участникам вручал генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Игорь Иванов. Вы прекрасно работаете на производстве и, кроме этого, находите время и самим заниматься различными видами искусства, привлекаете своих детей. Спасибо вам всем за это. Фестиваль «Наш дом. Газпром» – это своеобразная олимпиада среди сильнейших артистов. Финалисты конкурса помимо призов получают путевку на участие в корпоративном фестивале «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Ольга Нахаева, Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сургут.Интерновости. Когда адреналин в крови по жизни, Сибирский легион собрал на фестивале экстремальных видов спорта бесстрашных людей, самым младшим из которых всего 5 лет. Самолеты, парашюты и мотоциклы. На состязания, которые прошли на Зайчьем острове, съехались экстремалы Югры и Ямала. За спортивным праздником, захватывающим дух, следил наш корреспондент. Чистое небо и всего минус 10. Фестиваль экстремальных видов спорта начался с четвертого открытого чемпионата Сургута по парашютному спорту на точность приземления. Десантироваться спортсменам приходилось на небольшую площадку и, несмотря на погоду и опыт, это удалось не всем. Борьба продолжалась до самого вечера с перерывом на торжественное открытие, где выступила пилотажная группа «Барсы». Поприветствовать спортсменов приехал и глава города. Я очень рад, что такой популярностью пользуется этот вид спорта у нас в Югре. Хочу пожелать вам великолепных стартов, борьбы, красивых побед и адреналина в кровь. Кроме спортсменов на праздник приехали и любители. Сергей Осенчук парашютным спортом занимается уже 25 лет. Первый прыжок совершил еще до армии и уже после службы, которая проходила, естественно, в воздушно-десантных войсках, решил навсегда связать себя с небом. Сергей, как и многие ветераны ВДВ и войск спецназа, участвует в показательных выступлениях, чтобы заинтересовать детей, как он говорит, настоящими увлечениями. «Да, конечно, больные люди небом, небожители. Но это болезнь своя. Здоровая, нормальная, вполне адекватные люди. Дурачков туда не пускают. Ну, молодежь. Сейчас у нас компьютерная зависимость, это все, как все знают, наболевшая тема. То есть, воздух надо потрогать, так же, как пыль, грязь. Это все настоящее». После поднятия флага капитанами команд по мотокроссу стартовали сами гонки. В каждом классе было по два заезда, но чаще всего победитель определялся по первому старту. Максим Токтаров занимается мотоспортом уже три года, а сейчас юному спортсмену восемь лет. Юноша готовился к фестивалю на самой трассе соревнований на Заячьем острове. Перед стартом его тренер Никита Росляков не давал особых напутствий. Сказал просто, когда махнут флагом, стартуй. «Меня тренировали, говорили, где ехать лучше. Ну и вот я как на тренировке проехал». «Я, ну хотел, хотел, ну и вот первое место». В мотокроссе участвовали спортсмены в классах от 50 до 250 кубических сантиметров. Отдельно стартовали ветераны. Владимир Андреев из Ноябрьска оказался самым старшим. Из своих 58 лет больше половины Владимир Иванович посвятил мотоспорту. Из последних заслуг звание чемпиона России среди ветеранов. «Экстрим» не мешает ему участвовать в общественной работе и занимать пост председателя Городской думы города Ноябрьска. «Мотоцикл – это такой, можно сказать, спортивный снаряд, который привлекает детей, как и сегодня мы видим на соревнованиях, с пяти лет и до ветеранского возраста. То есть я в возрасте ветеранов, но тем не менее я продолжаю ездить, потому что это, наверное, из детской любви переросло в такое хорошее хобби». В перерывах между стартами болельщики могли пострелять на выставке оружия и пообедать на полевой кухне. Абсолютным чемпионом по точности приземления стал Евгений Живагин из Увата Тюменской области. На открытом чемпионате по мотокроссу, посвященному 20-летию Центра спецподготовки «Сибирский регион», в командном зачете победила команда «Ноябрьска». Дмитрий Круковец, Наталья Степанова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Найти закладку с кодом, понять язык жестов и пройти 10 этапов. Очередная игра «Энкаунтер» прошла в нашем городе. Проект «Битва полов» был организован совместно с телерадиокомпанией «Сургут Интерновости» и телеканалом 360, входящим в наш медиахолдинг. Подробнее Антонина Новикова. Собрать коды, разгадать шифровки, найти интересные места и выполнить все задания. Тема очередной игры «Энкаунтер» – телеканал 360 и все, что с ним связано. У телеканала очень разнообразные телепередачи, поэтому было довольно-таки просто написать задания, подобрать необходимые тематики. Ну, довольно интересно было на самом деле. Задания всегда разные, их придумывают индивидуально под каждую игру. На эту совместно с телеканалом 360 ушло около месяца. В этой игре 11 этапов из них, 10 игровых. Сейчас в эту игру принимает участие 8 команд и получается около 40 человек участников только полевого состава. Плюс штабные игроки, помогающие командам из дома. В эфире новости. Сегодня на территории города состоялось поздравление с прошедшими и наступающими праздниками. А у нас таблетки от головы нет, башка раскалывается. После осмысления написанного у участников достаточно немного времени на то, чтобы найти ответ. И главное, сделать это быстрее соперника. Нынешняя игра стала дебютом сразу для целой команды. В квесты играла, но это где вот в комнате закрывают, и нужно с комнаты выйти. Ну, примерно, наверное, то же самое. Включай логику, включай мозги и вперед что-то ищи на поиске приключений. Первый раз у нас здесь все в нашей команде, поэтому посмотрим. Самое главное, почему клуб «Энкаунтеры» регулярно пополняется новичками – возможность нестандартно и интересно провести время. Постоянные игроки признаются. Некоторые квесты западают в память надолго. Самое необычное – это нужно было в минус 15 градусов съесть арбуз 7-килограммовый, а одному. В принципе, очень быстро съедаешь, но тебе дают потом таблетку. Эта таблетка, которую тебе дают, она в виде капсулы. И в капсуле был код, то есть нужно было в минимуме, прописано было, нужно было взять скальпель, либо большое количество таблеток именно слабительных, и код был последний именно в этой таблетке. Победу в игре «360 битва полов» одержала команда «Пятница-13». Все участники получили призы от телерадиокомпании «Сургут интерновости» и телеканала «360». Награждение прошло в бургер-баре «Буржуй». Антонина Новикова, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Вячеслав Шаркунов. «Сургут интерновости». За событиями в Югре следите на нашем канале в Телеграм и на сайте indefisnews.ru. До встречи в эфире. В салоне кожи и меха «Солени Коллизионе» супер скидки. До 70% на зимнюю коллекцию и до 50% на новую весеннюю. Рассрочка 0%. «Солени Коллизионе», торгово-развлекательный центр «Ситимол», рядом с ОБИ. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа «Тайрай». Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Скидки до 30%. С 8 по 11 марта. ТРЦ «Вершина», третий этаж. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов, карнизы для штор, замеры и установка, изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9, в торговом центре «Славянский». Телефон 333321. Торговая марка «Ринга» воплощение роскоши. Чистейшие бриллианты и редкие драгоценные камни. Дизайн каждого изделия, произведение искусства. Обновленные коллекции наследия, кристалл, грезы и другие завораживают. Выбирайте лучшее и эксклюзивное для своих любимых. Ювелирный салон «Ринга». Ваши фамильные драгоценности. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Новый микрорайон – ваша новая жизнь. Стартовали продажи квартир в новом 42-м микрорайоне Сургута. Стоимость готового жилья от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Экономия на ЖКУ до 30%. Звоните прямо сейчас в отдел продаж по телефону в Сургуте 600-190. Приезжайте по адресу улица Тюменский, Тракт 2-1. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Первое в Югре реалити-шоу «Баттл Бизнес». На городском телеканале «Сургут-24». При поддержке администрации Сургута и Сургутской торгово-промышленной палаты. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Вся мебель в наличии. Евроофис. Улица Островского, 26. И о погоде на 8 марта. Здравствуйте в студии Инна Павлев. Четверг погода в Западной Сибири по-прежнему будет определять обширный североатлантический циклон. Но уже ослабит свое активное влияние. В регионе снова соберутся облака. Пройдут снегопады и ветер утихнет. А среднесуточная температура воздуха окажется немного ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 20. Утром облачно, временами снег. На столбиках термометров около 17 градусов мороза. В нем также облачно, местами снег. Направление и сила ветра не изменится. Температура 7,12 ниже нуля. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Салон обуви «Саламандр» поздравляет милых дам с праздником весны и дарит скидку 50% на зимнюю обувь. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составить 750 миллиметров турного столба. Я кукла Валюша. Со мной покушай и сказку послушай. Поиграй, покачай. Амперс поменяй. Кукла Валюша – моя игруша. По суперцене уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам весенней радости и праздничного настроения. Будьте здоровы. До свидания.